В Одессе уже выпал первый снег, и это значит, что город полным ходом готовится к Новому году. В кулуарах Верховной Рады уже длительный период времени обсуждают вопрос о введении локдауна. Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что тотального карантина в декабре ожидать не следует. Скорее всего, он будет введен в январе. Дуже много данных и прогнозов. Радился с представителями местных влад, получил уверенность о контролености ситуации в лекарнях. И я рекомендовал премьер-министру Украины не оглашать локдаун в грудь. Давайте узнаем у одесситов, насколько они готовы к Новому году без карантинных ограничений. Будут открыты кафе, рестораны, можно будет ходить хотя бы 30 числа куда-нибудь. Но сказали, что в декабре не будет точно уже, но в январе на три недели уйдем на полный локдаун. Но я моряк, планирую в январе в рейс уйти, поэтому... Не боитесь, что границы закроют и не сможем? Нет, но, как я знаю, самолеты будут летать, поэтому, в принципе, даже хорошо. То, что карантина не будет, плюс или минус? Минус. То есть все-таки нужен карантин на Новый год? Нужен, да. Именно на Новый год? Не знаю. Нужен, неважно. Вот в январе планируют везти на три недели локдаун? Нет, вот если бы моя воля, я бы вела его сейчас. Это более разумно. Если был бы карантин, люди бы так свободно не ходили по улице. Просто болезнь, если она есть бы, то она и будет. А если в январе все-таки... Вот планируют, что в декабре ничего не будет, а на январе локдаун на три недели? А я уезжаю в январе месяце отсюда. Там где-то на три месяца, поэтому... Я это пропущу, как обычно, самое интересное. То, что карантинных ограничений не будет в Новый год, как вы к этому относитесь? Да, что мне кажется. Мне кажется, что нужно ограничить, потому что... Будет очень... Больше будет заражений. В Новый год прекрасно, что можно выйти на улицу правильно с друзьями. Ну, я, скорее всего, буду праздновать дома с родственниками, но... Все же, я считаю, что для бизнеса это очень разумный поступок. Ну, и для людей неплохо, что Новый год, как бы он есть Новый год, чтобы отдохнуть. Ну, да, купить все равно какая-то атмосфера, если все закрыть. И так все не супер классно. Как показал наш опрос, одесситы действительно ждут самого сказочного праздника года. Ведь 2020-й был перегружен разного рода негативными событиями, которых хватит надолго. А вот насколько бесполезным окажется празднование, зависит от каждого из нас. В конце концов, каждый выбирает, что ему приятнее видеть и слышать. Довольного и оптимистически настроенного президента или мрачные кадры из региональных больниц. Василий Базовлук, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.